Муниципальный район В апреле 2016 года занял второе место среди муниципальных районов с городским поселением. Среди 12 таких муниципальных районов. Этому способствовало то, что мы смогли привлечь инвесторов сельскохозяйственного отрасли. Работали неплохо в той небольшой доле промышленности, которую имеем. Ну и конечно работа нефтяников, совместная работа с железнодорожниками. Все это складывается в один большой показатель. По вводу жилья мы были на одного жителя в числе лучших. По индексу промышленного производства. В целом наша работа и в 2019 году в принципе была оценена хорошо. В северной лесостепной зоне среди 14 районов наша работа аграриев наших тоже была оценена хорошо. И мы заняли первое место в этом году за развитие агропромышленного комплекса. За 2019 год помощь, полученная в виде субсидий аграриями нашего района, 94 млн 882 тысячи. В Янаульском районе традиционно развито сельское хозяйство. На данный момент он занимает 9 место по валовому надою молока. Есть динамика во многом благодаря осуществлению крупного инвестиционного проекта. Сельхозпредприятие ООО «ИТС Агро» начало работу в апреле 2019 года. Основным направлением деятельности является смешанное сельское хозяйство. Большой упор делается на молочное животноводство. Когда мы заступали, валовый надо составлял 2700 кг. Мы сегодня реализуем почти 9000 кг молока. Мы благодарны правительству, благодарны министерству хозяйства, потому что по прошлому году мы уже за купленный скот получили возврат 25 млн. на технику, на семена, на удобрения. Мы очень благодарны. Общую сумму мы получили 45 млн. рублей. И созданы документы на 2020 год. Тоже примерно на 47-50 млн. Предприятию требуются хорошие специалисты. На территории имеются все необходимые условия для проживания работников. Сейчас в хозяйстве ведется подготовка к весеннеполевым работам. 2020 год на предприятии объявлен годом качества. Уже многие годы успешно работает одно из крупнейших сельхозпредприятий района ООО «Победа». Компания выпускает натуральную, экологически чистую продукцию собственного производства под брендом «Янаульское молоко». Именно в целях обеспечения участками для жилищного строительства работников предприятия, а также льготную категорию «Многодетные семьи» был организован в селе Шудек, Новый микрорайон и Талмаз на 115 домовладений. Здесь завершается строительство детского сада. В районе практически решена проблема очередности в садике детей от 0 до 7 лет. Проект реализуется в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Башкортостана» в составе государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в республике Башкортостан». Окончание строительства ожидается в августе 2020 года. В селе Шудек проживают в основном удмурты, и Талмаз – это почитаемый удмуртами цветок или купальница европейская. Сегодня микрорайон с цветочным названием практически застроен на 90%. Проект называется «Комплексная застройка квартала и Талмаз села Шудек». Проект предполагает строительство детского сада на 60 мест, парка культуры и отдыха на селе и полностью развитие инженерной инфраструктуры в данном микрорайоне. Отличительная особенность этого проекта Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан и Российской Федерации одноименного проекта – это то, что в рамках него можно построить еще в новых микрорайонах усадебной застройки дороги. Сам проект предполагает решение очень много социальных вопросов, социальных задач. Данная работа в районе продолжается планомерно. И уже сейчас разработан проект планировки и проект межевания на формирование еще одного такого квартала в селе Истяк, где будет планируется проживание около 200 семей со строительством школы. В данной программе Янаульский район участвует с 2013 года. В Марийском селе Сусады-Эбалак был реализован первый проект комплексной застройки села в районе и второй по региону. Гордостью села является яркая просторная школа на 120 учащихся. Здесь активно развитая внеучебная жизнь. Ведутся различные кружки, секции, имеется просторный спортивный зал. В актовом зале проходят культурные мероприятия. Кроме того, в школе ведется преподавание родного марийского языка. Ведь в селе Сусады-Эбалак сохранились глубинные истоки национальной самообытности народа Мария. В нашей школе работает энергичная, активная наша учительница Елена Максимовна. Она ведет иностранные языки. Функционирует на Янаульском районе марийская общественная организация «Эрвела Марий». И вот именно одна из направлений у нее – работа с молодежью. И вот она вместе со своим руководителем, помощниками выиграли федеральный грант на поддержку именно этого направления. Для поддержки нашего музея имени Валериана Михайловича Васильева была проведена работа с молодежью. Школа Таша просторная, уютная и все условия здесь имеются. Дети с радостью, конечно, посещают нашу школу, потому что это шикарные условия, я считаю, что… В целом в Янаульском районе успешно реализуются федеральные и республиканские программы. На территории района в целом реализуются 33 муниципальные программы из 34. Хотя мы имеем 23 соглашения, по 16 программам мы идем в рамках реализации национального проекта. Мы в 2019 году достигли уровня 1,7 млрд рублей бюджета, а точнее 1,7 млрд рублей бюджета района составил, консолидированный. Эта сумма была достигнута за счет участия в различных программах. В районе проводится газификация населенных пунктов. Через фонд социальных целевых программ заменена ветка водовода в городе Янауля. Большая работа проведена и еще предстоит сделать в рамках ремонта строительства дорог, в том числе сельских. Начиная с 2019 года в республике реализовывается программа по комплексному ремонту подъездов в многоквартирных домах. В прошлом году в 12 домах было отремонтировано 38 подъездов. Все работы велись совместно с жителями. В наших домах проведены работы – это замена тамбурных дверей, ремонт стен, штукатурка, покраска акриловой краской, замена подъездных окон на пластиковые, ремонт перил, выполнены работы по укладке плитки на первых этажах до лестницы. Город Янаул участвует также в программе капитального ремонта многоквартирных домов, инженерных и конструктивных элементов. В 2019 году выполнены работы по пяти многоквартирным домам. В этом году планируется отремонтировать порядка 25 подъездов. До 2024 года планируется практически решить вопрос проблемных подъездов и дворов. По работе в программах «Башкирские дворики», «Общественные территории», «Федеральные», «Республиканские», программы, которые по инициативе Ради Фарича работали в этом году в городском поселении города Янаул, мы тоже получили хорошую оценку по качеству выполненных работ. Вместо трех запланированных мы в пяти дворах отработали. Части общественных территорий запустили фонтан, красивый, цветной. Буквально в 2017-2016 году мы парк обустроили, все тротуары заасфальтировали, детский комплекс большой установили. В течение трех лет основным инструментом в развитии благоустройства дворовых территорий и общественных пространств является программа оформирования современной городской среды. В Янауле одним из объектов благоустройства в 2019 году стала территория сквера по улице Некрасова. Работы будут выполняться в два этапа – в 2019 и 2020 годах. Здесь предполагается обустройство вело-лыжероллерной дорожки, наружного освещения, установка детских спортивных и игровых площадок, малых архитектурных форм. Будет асфальтирована стоянка. Новая трасса уже стала местом притяжения Янаульцев. Благоустройство прилегающей территории по улице Некрасова. Сам проект включает обустройство лыжи-вело-роллерной дорожки. Сама протяженность трассы составляет 809 метров, ширина ее 4 метра. Сумма средств направлена на реализацию первого этапа. Данного проекта составила 9 миллионов 800 тысяч рублей. Данная территория пользуется большой популярностью у местного населения, у гостей, у янаульцев. Тут можно заняться катанием на лыжах, скандинавской ходьбой, ну и просто пешей прогулкой. Здорово провести время на свежем воздухе. Глава администрации района Ильшат Вазегатов также является заместителем председателя правления Ассоциации Совета муниципальных образований Республики Башкортостан. В связи с этим в муниципалитете осуществляются многие пилотные проекты. В янаульской коррекционной школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья завершено строительство новых корпусов. На площади более 30 тысяч квадратных метров расположены школа и интернат. Школа рассчитана на 190 учащихся. Вне нашего бюджета, почти на 340 миллионов, завершилось строительство школы-интерната, с интернатом, коррекционной школой. Почему это вне бюджета? Деньги проходят через Министерство образования, у ДХ заказчик, и объект является объектом Министерства образования и науки. Все учебные классы, кабинеты, актовый зал оборудованы специальной мебелью, соответствующей необходимым требованиям. Спортивный зал и инвентарь адаптированы для детей ОВЗ. Новые комфортные условия обучения созданы с целью постепенной социализации детей. Таким образом, ребята больше погрузятся в школьную жизнь, устранятся психологические, коммуникативные барьеры, раскроются творческие возможности. В этом году в Башкортостане пройдет всемирная фольклориада. Республика примет представителей свыше 80 стран. Янаульский район также готовится к этому масштабному мероприятию. Мы будем меняться, обмениваться своими обычаями, традициями башкирского народа с иностранными гостями. Осенью 2019 года была заасфальтирована центральная площадь города, улицы, где будет проходить кавалькатное шествие иностранных гостей. И также была приобретена и установлена вот эта сценическая площадка. Более 2 миллионов 600 тысяч рублей ушло на сценическую площадку. Также министерством культуры были выделены средства на приобретение светового, звукового оборудования. Янаульский дворец молодежи всегда был местом притяжения творческих, активных и талантливых молодых людей. Здесь существуют различные кружки, клубы, движения. В скором времени дворец преобразится и станет современной универсальной площадкой с профессиональным техническим оснащением. В данное время здесь проводится капитальный ремонт, который поделен на два этапа. Через фонд социальных целевых программ выделено в общем 106 миллионов рублей. Первую часть капитального ремонта вошел актовый зал, который был переоборудован в кинотеатральный. Кинотеатр оборудован благодаря благотворительности фонда кино. Сейчас, в данный момент, производится ремонт сцены. В рамках второго этапа капитального ремонта был произведен ремонт внутри всех кабинетов второго этажа, спортзала, фойе, вестибюля. Сменен фасад здания, окна, витражи, вся кровля поменялась. Также большое внимание в районе уделяется системе здравоохранения. Центральная районная больница принимает активное участие во многих программах. В нацпроекте «Развитие здравоохранения». В части развития детских поликлиник получен за счет федеральных средств цифровой рентгенаппарат, аппарат для ультразвуковой диагностики, диагностическое оборудование для врача-офтальмолога, дефибриллятор. По итогам участия в реализации программы «Новая модель» медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, больница заняла второе место в республике. Из рук главы Башкортостана Радио Хабирова главный врач получил сертификат на 15 миллионов рублей, которые будут направлены на закупку современного диагностического и лечебного оборудования. Благодаря этому проекту мы поменяли полностью систему работы в поликлинике, регистратура перешла в открытый формат, оптимизировали многие процессы, благодаря которым грамотно распределили потоки пациентов, оптимизировали работу картохранилища, некоторых служб, в том числе рентгеновской службы. В больнице проведен большой объем ремонтных работ. В преддверии 2019 года получены ключи от двух автомобилей скорой медицинской помощи класса «Б» и одной класса «А», на которых установлена система «ГЛОНАСС». В районе 47 фельдшерско-акушерских пунктов. 2020 год для Юнаульского района юбилейный. В этом году отмечается 75-летие победы в Великой Отечественной войне, а район будет праздновать 90 лет со дня своего образования. Наступивший год обещает быть ярким, насыщенным и запомниться только положительными событиями.